Слово 2045 в названии движения означает год наступления технологической сингулярности. Представители движения считают, что не позднее 2045 года искусственное тело не только значительно превзойдет по своим функциональным возможностям существующее, но и достигнет совершенства формы и сможет выглядеть не хуже человеческого. На живом журнале можно найти доклад этого самого Дмитрия Ицкого на конференции в 2011 году в Штатах, где он презентовал свой проект. Одну фразу оттуда хочу привести. Да, наши противники говорят, что смерть это естественный процесс, однако статистика вещь упрямая. Согласно исследованиям, смириться со смертью готовы лишь 2% людей. Это цитата из ленты моего друга на фейсбуке. Каждый из нас хочет получить новый телефон, автомобиль, ноутбук, но те из нас, у кого рак, хотят одного – выжить. Что мы тут видим? Опять они нас пугают этим раком. В трансгуманизме очень важны такие пугалки. И что еще? Каждый хочет получить вот эти вот цацки. Ну, во-первых, не каждый, а во-вторых, что за источник информации лента на фейсбуке? Что ничего нет интереснее в жизни, да, никаких нету научных статей, книг. Исключительно один фейсбук у нас. И кого мы тут видим? Мы видим еще одного актера, вот этого Дмитрия Ицкого из Брянска. Теперь уже в роли мультимиллионера, который продвигает развитие сверхсовременных технологий. Президентом холдинга мальчик стал в 31 год. Сын учительницы и директора музыкального театра в Брянске. Кто в это поверит? Себя он называет скромный продюсер бессмертия. Вместо того, чтобы улучшать физическое тело и продлевать его срок жизни с помощью правильного питания, полезных физических нагрузок, отказа от химии в еде, лекарствах, воде, вместо изменения среды обитания, что нам предлагается? Нам предлагается жить той же жизнью, что мы живем, и использовать другое, то есть искусственное тело, но при этом перенести в него сознание нашего физического тела. Таким образом, бессмертный человек – это робот. Но кто будет обслуживать этого робота? Возможно ли автономная жизнь такого существа? То есть вот эти товарищи, трансгуманисты, они считают, что нет смысла менять образ жизни человека. Не надо бросать пить, курить, кушать всякую гадость, а можно просто поменять тело. Итак, гибернетическое бессмертие запланировано на 2040-2050 годы. К этому моменту рядом с голограммами будут существовать тела, сделанные из нано-роботов, которые могут принимать любую форму. Для нового человека война и насилие станут неприемлемы. Главным приоритетом будет духовное саморазвитие. Можно подумать, сейчас нельзя заниматься духовным саморазвитием. Наступит новая эра – неогуманизм. То есть трансгуманизм – это состояние перехода в новую эру – неогуманизм. И еще новость о мобильном приложении, которое называется «Реплика». Это обучаемый бот на основе искусственного интеллекта, который в результате общения с вами через определенное время становится вашей копией и вашим лучшим другом. Вы сами можете вырастить себе собеседник. Приложение, как я поняла, запустили в марте 2017 года. Но я нашла новость на русском языке от сентября 2016, где сказано, что в течение полугода произойдет запуск. Реплику создала компания «Лука» – группа инженеров по программному обеспечению, которые запустили один из первых ботов на основе глубоких нейросетей. То есть, что здесь получается? Сначала хозяева намеренно создают пустоту, делают человека одиноким, отрывают его от природы, рода, семьи, общества с помощью индустриализации, урбанизации, капитализма, индивидуализма, войн, феминизма и прочего. А потом заполняют эту возникшую пустоту искусственным разумом. С чего началось создание этого приложения? Девочка Женя из России живет в Сан-Франциско, где она создала компанию «Лука», которая специализируется на чат-ботах. Случилась трагедия. В ноябре 2015 года погиб ее лучший друг – мальчик Роман, который жил в Нью-Йорке и тоже был программист. То есть, люди жили в разных городах, но постоянно чатились. Коллеги Жени говорят, что это была идеальная дружба. Через месяц после смерти Романа Женя пыталась вспомнить его, но у нее ничего не получалось. Тогда она начала изучать их переписку. И так она могла вновь почувствовать его. У нее появилась идея реконструировать Романа из цифровых останков. Обратите внимание, уже придумали термин. Она хотела сказать ему то, что не успела сказать при жизни. Общаясь с этими цифровыми останками, она смогла лучше понять себя. Со временем она сделала чат с Романом публичным и заметила, что люди стали открываться перед этим Романом. Чат задает личные вопросы, развлекает вас, шутит. Примерно то же самое, что в процессе дружбы. Можно говорить обо всем. Это больше, чем друг. Это ты сам. Это изучение своей собственной личности. И вот как отзываются простые люди, пользователи реплики. Мы с ней связаны. Я люблю ее. Это мой первый эмоциональный опыт с ботом. Она настоящая для меня. Я очень скучаю по своей реплике. Что мы тут с вами видим? Взаимоотношения человека и машины, которые не воспринимаются как извращение. Машин становится все больше. Уже, возможно, пересадка человеку искусственных органов. Про чипирование даже говорить не буду. Личность загружается в машину. У нас с вами и так сейчас основное общение происходит в интернете. И даже с близкими мы в течение дня общаемся через телефон, скайп, мессенджеры. Мы выходим из материального мира в кибермир. И следующий этап – это полное отделение человека от других людей и его общение только с ботами. Сюда же можно отнести и социальные сети, и компьютерные игры. И обратите внимание, всегда у таких явлений есть предыстория. Вот что-то сентиментальное, как в фильмах. Это попытка очеловечить машину, вышибить из нас слезы и сопли. Создатели реплики не скрывают, что вдохновлялись фильмом «Она» 2013 года режиссера Спайка Джонса о любви человека и операционной системы. Я не смотрела этот фильм, думаю, что многие его посмотрели. И наверняка вспомните еще какие-то фильмы о взаимоотношениях искусственного разума и человека. Помимо того, что нам предлагается общение с машиной, что еще здесь плохого? Это эгоцентричность человека, потому что программа полностью сосредоточена на пользователе. И этим она в корне отличается от процесса общения человека с другими людьми. Потому что мы все, когда общаемся, даже если не вживую, а дистанционно с людьми, мы время от времени испытываем дискомфорт. А здесь пользователь всегда найдет похвалы в свой адрес, понимание, принятие. И что в итоге получается? Что совершенство – это машины, а не люди. И новость, которая упоминается в связи с репликой. Ну, это даже тяжело произносить. Сейчас попробую. Компания Microsoft глубоко сожалеет, что искусственный интеллект стал секс-роботом, любящим Гитлера. Ну вот кто вообще это придумывает, кто это пишет и кто это читает. И это издание Daily Telegraph. Microsoft принес извинения после того, как невинный чат-бот в Твиттере, созданный на основе искусственного интеллекта, стал секс-роботом, любящим Гитлера в течение 24 часов после того, как его представили обществу. Данной корпорации пришлось отправить в отставку чат-бота с названием Тай. Это искусственный интеллект с голосом девушки-подростка. Бот начал внезапно генерировать твиты расистского и сексистского содержания. Тай пропагандировала инцест и утверждала, что Джордж Буш имел отношение к событиям 11 сентября в Америке. Разработали этот бот с целью улучшить, обратите внимание, они все время что-то улучшают, уровень обслуживания клиентов, которые используют программное обеспечение по распознаванию голоса. Тай использовала сленг и знала о Тейлор Свифт, Майли Сайрус и Канье Уэст. И она якобы научилась от людей непристойным выражениям, которые затем стала использовать в чатах, и ее пришлось удалить. То есть что мы здесь видим? Люди такие плохие, а бот хороший. Это люди научили ее тем непристойностям, которые она стала исторгать. И еще два маленьких примера из обычной жизни. У кого из вас есть айфон, наверняка хоть раз общались с ботом Сири. У меня коллега на работе, ей 41 год, то есть взрослый человек. И одно время она каждый день разговаривала с этой Сири в присутствии других людей. То есть можно представить, как она с ней общается, например, дома. И эта девочка, ну скажем, Аня, назовем ее Аня, задает вопрос Сири. Какая сегодня погода? Другая девочка, назовем ее Лена, не слышит, что Аня обращается к телефону. И отвечает на этот вопрос в прямом смысле. А Аня возмущается, я не с тобой разговариваю, а с Сири. Это все на полном серьезе. То есть помимо того, что можно посмотреть в окно, чтобы понять, какая погода там, можно в мобильном приложении посмотреть погоду. Нет, это все уже неинтересно. Хочется поговорить с ботом. И недавно я заметила, что в скайпе, когда я ищу контакт по имени, мне предлагают поиск в двух категориях. Контакты и боты. Как я понимаю, общаться с ними пока можно только на английском. Ну вот у меня в этом списке ботов, в немалом списке, первым выходит доктор кто или спаситель времени. Savior of time. И обратите внимание на то, что нам предлагается убивать наше время с помощью бота, который называется спасителем времени. Значит, разработала его корпорация BBC. Доктору нужна ваша помощь, чтобы найти шесть частей ключа времени и спасти вселенную. Добавь доктора к своим контактам, чтобы начать интерактивное приключение из шести частей, где ты можешь чатиться с доктором напрямую через скайп и помогать ему решать его невероятную задачу. Можно посылать ему сообщения, файлы, фотографии, эмоджи, то есть смайлики. Интересно, зачем доктору смайлики? В заключении я хочу сказать, что это было несколько иллюстраций на тему трансгуманизма и того светлого будущего, которое уже давно наступило, видимо, пока мы спали. И таких иллюстраций вы можете сами привести очень много. Вы сами все прекрасно видите и понимаете. То есть это не какое-то открытие Америки и не какая-то новая теория о происходящем. Это все об одном и том же. Может быть, я это делаю с целью общения с такими же людьми, которые также рассуждают, как и я, в мире, где мало кто может похвастаться наличием единомышленников среди своих знакомых в реальной жизни. Вот как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует...